Над аэродромом в Дягилево 4 девятки или по авиасленгу прекрасная погода, а значит на авиадарте время самого интересного. Но это только для самих пилотов, выполнение боевых задач настоящее приключение. Для зрителей же все банально, взлет, посадка. Но даже в этом рутинном, казалось бы, процессе есть свои важные нюансы. Чтобы в небе летчика от задания ничего не отвлекало, сушку надо еще правильно подготовить. А это уже работа техников. Ростовчане – частые победители дисциплины «Воздушный бой». И не в последнюю очередь из-за работы бригады наземного обслуживания. Времени подготовка занимает 4 часа, и независимо, конкурсная программа или обычный полет. Самолет всегда готовится одинаково. Подготовка всегда одинаковая, но подходим с большей ответственностью к этому моменту. Надеемся, наши экипажи нас не подведут, выиграют. И мы их тоже не подведем. Воздушная разведка – один из ключевых конкурсов летной программы. Пилот знает только квадрат и количество целей. Что это за объекты, он должен определить сам. Молодой экипаж Су-34 из Челябинской области нашел не все. Необходимо было найти 5 объектов. Нашли 4. Сейчас пойдем в боевое донесение. И там узнаем, насколько точно мы определили координаты заданных объектов. На бумаге воздушный бой или дуэль – самая зрелищная часть состязаний. Но с земли, как это выглядит в небе, можно себе только фантазировать. Технически это выглядит так. Две пары истребителей, ведомые диспетчером, идут на сближение и делают резкий разворот. И фигуру пилотажа. Тут уже от класса летчика. Задача – зайти в хвост своему оппоненту, а затем произвести условный запуск ракеты. Кто окажется расторопнее, тот победил. За быстротой реакции следит специальная электроника. У ростовчан, по их словам, дуэль – это коронка. Шансов своим соперникам дончане пообещали не оставлять. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».